Я вообще думаю немного Знаете, это то, что человек много думает У него появляются морщины, головная боль Это точно Явные признаки старения на лицо Лысина, например Это надо прекращать Ни к чему это Субтитры сделал DimaTorzok Да Я думаю, что люди такой одаренности, как Чайковский и Бетховен Они могли не чувствовать свое предназначение И именно этим в части мне объясняется и то, что Бетховен в самый тяжелый момент в своей жизни Когда он писал Хайлигенштанское завещание Желая покончить, свести счеты с жизнью Он все-таки не принял этого рокового решения Осталось жить дальше Он знал, что его ждет Субтитры сделал DimaTorzok Но у Шопена та же ситуация Что бы с ним дневником? Понимаете, Шопен был больной человек Он уже, представьте себе С раннего возраста вам ставят диагноз Как такой, как чахотка, собственно говоря Туберкулез Та болезнь, которая свела его в могилу Это майорка, это постоянная каша Можете себе представить, когда вы уезжаете с семьей на майорку Предположим То все жители вас сторонятся Отбегают от вас на... Как от источника заразы Он не мог выйти И постоянное нарекание Что сейчас он привезет Всех тут заразит и так далее Потому что он кашлял кровью А сколько ему было лет? 28 лет Майоркин, наверное, первый раз отчетливо понял Где-то действительно уже оказался в своих ощущениях В том мире Ну, уже в ином, что называется Он уже абстрагировался этого мира Я был на майорке Это маленькая келья, такая сырая Со сводами С тяжелого камня Где была комната Шопена И когда семья возвратилась Увидел его сидящим за роялем Он на них посмотрел И сказал им такую фразу Я так и думал Что вы уже все умерли Музыка 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 Он уже где-то, видимо, физически уже подбирался к этому уровню запредельному, жизненному. Так что это сочинение не просто романтическое, оно, конечно, трагическое сочинение. Но потом он переломил это каким-то образом. Вы знаете, переломить на самом деле невозможно. Эта боль всегда в нем оставалась после этого. Но время вот этих всех полонезов, блестящих, каких-то вот таких веселых танцев, оно, в общем-то, прошло. Это все осталось в молодости. Субтитры подогнал «Симон» Я просто слежу за всем, что со мной происходит, несколько удивляюсь. Я примерно смотрю на все так, как смотрит колесо автомобиля на то, что им предстоит переехать. Куда попал? Надо же в какую-то глину заехать. Ну что, и вы тормозите? Или объезжаете? Я не торможу. Колесо, как его повернут, так оно идет. Я чувствую, что, видимо, что-то другая сила мной поворачивает. Само колесо не в состоянии повернуться. Даже если оно хочет, все равно потом-то не получится. То есть что-то другое, что уже было предопределено. Предопределено? Тем, кто сидит за рулем. Нет, я бы не сказала, что это так. Он не судьбе подчиняется, а может, это его судьба такая, но она идет ему всему навстречу. Значит, когда вы в детстве мастерили свои игрушки, музыкальные инструменты, колесо было уже пущено? Я думаю, да. Меня никто это не заставлял делать. И сейчас мне это никто ничего не заставляет делать. Но все идет именно так, как, видимо, и должно было идти. Все попытки отклонения в сторону все равно скатывание в желоб приводили опять к направлению первоначальному. Я думаю, что насиловать судьбу не стоит. Как говорили древние индейцы, не совершает греха тот, кто следует собственной натуре. Главное понять, в чем она заключается. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Первая премия присуждена Михаилу Плетневу, студенту Московской консерватории. Я сейчас учусь на четвертом курсе Московской государственной консерватории в классе профессора Якова Владимировича Флиера. Для меня большое счастье учиться у такого замечательного педагога, такого музыканта. Основной творческой задачей, я считаю, начало подготовки к конкурсу имени Чайковского. А Флиер для меня был, ну, я тоже была влюблена. Флиер молодого? Нет, который виден на фотографии. Дело в том, что он проездом был в Вологде после конкурса. Играл у нас. Представляете себе? И мы там в оркестре сидели и слушали. Да. И он для меня стал кумиром во всем. Я его портрет вырезал из газеты и хранил его всю жизнь. Ну, не всю жизнь, а вот до того момента, пока Миша не поступил, я не стал лауреаком. И тут я уже этот портрет рассказала его жене всю эту историю и этот портрет дана. Однажды на уроке с Яковом Владимировичем по этому уроку было суждено стать последним. Яков Владимирович достал вдруг старые ноты, переписанные, переплетенные каким-то букинистом, по всей видимости, и показал мне их. Это была испанская фантазия листа. Я взглянул в эти ноты и увидел произведение чудовищной сложности. Яков Владимирович сказал, я это произведение играл с большим успехом, помнится. И тут глаза его, знаете, загорелись так памятно, как памятно многим. Ученикам Якова Владимировича. И потом он глянул на меня и сказал, а вот хорошо бы тебе сыграть эту песку. Яков Владимирович Что вы знаете, что интересно было? На концерте Чайковска, на последнем концерте конкурса, он должен был выступать, да? И нужен был фраг. Вот тут мы начали искать фраг, какой-то фраг нам дали, а потом, значит, нам дал старый фраг флиер. Миша одел и выглядел неплохо. И самое интересное, когда он вышел на сцену, мне казалось, что он всегда носил этот фраг. Номер 38, 14-го, 10-15. Номер 38, 14-го. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 А во время Чайковского он вообще сочинял... Понимаете, кто-то... Кто-то какой-то... По-моему, из Казахстана. Ему попросили подправить партитуру Евгения Ненегина. Там, для балета. И он во время колонгуса этим занимался. Да, он футбол играл. Вы понимаете, музыка для него была органична, как дыхание. КОНЕЦ А я не знаю, я смотрю на свою пленку какой-то, я даже не узнаю, что это я, потому что мне совершенно непонятно, кто это человек. Видимо, чем больше вдумываешься в те проблемы, чем мы живем, тем больше приходят какие-то мысли нерадостных. Я смутно помню, что что-то подобное вроде бы я когда-то делал, но все, что я вижу, мне становится как чужое какое-то. Как будто это был другой человек, он уже умер. Если мне будет позволено процитировать «Экклезиаста», то там сказано, что много мудрости, много печали, умножающей познание, умножает скорбь. Нет, я даже смотрю на себя с любопытством, что это за тип такой, что там такое делаешь, смешно как-то все это. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После этого он прожил не очень долго, хотя он уже, в общем-то, видел, что не зря он на меня надеялся. В то время, когда он умер, я уже ездил за границу с кастролями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что больше снимайте природу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok